Более семи часов длился открытый диалог с белорусскими и зарубежными журналистами. Александр Лукашенко признался, устанавливать временного год он не планировал, но это получилось. Всего журналисты задали около 40 вопросов, которые касались самых различных тем. Внешней и внутренней политики Беларуси, экономическая и финансовая ситуация в стране, политики Беларуси, диверсификация экспорта кадровой политики, заработных плат, проблемных вопросов строительства жилья и ЖКХ, коррупция, реагирование госорганов на критику, средства массовой информации, общение чиновников с журналистами. Разговор касался украинской тематики и в целом проблематики обеспечения безопасности мира. Речь шла и о сотрудничестве с Россией, о взаимодействии в рамках интеграционных структур, в том числе в союзном государстве, Евразийском экономическом союзе, а также об отношениях с Западом. Александр Лукашенко особое внимание уделил сотрудничеству с Китаем, а также многим другим темам. Беларусь, Россия и Украина объединяют тесные исторические, культурные, экономические связи. Разорвать эти связи нельзя, и вряд ли кому-то это сегодня позволено и вообще возможно. Мне хотелось бы, чтобы год 70-летия Великой Победы, нынешний год, стал для наших народов напоминанием о том, что только вместе, плечом к плечу, мы можем пережить трудные времена и противостоять любым самым страшным угрозам. Рассказал глава государства и о новом проекте, начавшем свою работу 1 января 2015 года в Евразийском экономическом союзе, к которому Беларусь вместе со своими партнерами шла несколько лет. Мы обязаны использовать возможности, которые открываются перед нами в рамках этого интеграционного проекта. И Беларусь будет всемирно содействовать углублению интеграции, созданию равнобравного союза без изъятия и ограничений. Тем более, в этот первый год этого интеграционного проекта мы председатели. В конце минувшего года Беларусь столкнулась с серьезными вызовами в экономике и, как следствие, на финансовом рынке. Эта ситуация была обусловлена внешними причинами, поскольку у нас экономика экспортно-ориентированная, абсолютно открытая. Наши важнейшие партнеры – это Россия и Украина, отметил президент. По его словам, на ситуации в Беларуси сказались события, которые происходят в Украине, а также экономический и особенно финансовый обвал, который произошел на рынках Российской Федерации. К тому же санкции, введенные против России и ответные санкции с ее стороны, девальвация национальных валют у наших соседей, особенно по экономическому союзу. Президент сказал, что в начале прошлого года сильно девальвировался и казахстанский тенге, затем обвалился российский рубль. Поскольку у нас страна открытая и, как я сказал, экспортно-ориентированная экономика, такие события отразились и на нас. Мы постарались, как умеем, действовать быстро, провели определенные мероприятия, с которыми вы знакомы, о которых вы хорошо знаете, они, наверное, коснулись многих из вас, и попытались обеспечить стабильность на финансовом рынке страны. Ну, на данный момент вроде бы получилось. Посмотрим, что будет дальше. Держим под особым контролем вопросы инфляции, обеспечения товаров и народного потребления нашего внутреннего рынка. Хочу подчеркнуть, что все это делается спокойно и без всякого надрека. Также Александр Лукашенко отметил, что намерен придерживаться социально-ориентированной модели развития белорусского государства. Удивить я могу любой модель, но готовы ли вы переварить эту модель? Готовы ли общество к тем великим инновациям, которые могут предложить политики, в том числе и я? Думаю, что не всегда. При этом я хочу, чтобы вы помните, модели не слишком много. Мы их знаем. И та модель, которая была у нас, с вами и существует, мы не отказываемся от этой модели. Мы ее называем, так сказать, социально-ориентированной моделью. То есть в центре стоит человек. Мы ни в коем случае не отказываемся. И я, как говорится, не откажусь до конца своего президентства. Это будет неправильно. Мы эту модель наштупали. Мы эту модель создали. Мы этот путь определили. И по нему надо идти, не шарахаясь, а сотнями в период трезисов. Александр Лукашенко подчеркнул, белорусскую модель социально-экономического развития копируют многие страны. Ответил президент и на вопрос о структурных реформах, который обсуждался в некоторых средствах массовой информации. Нужны структурные реформы. Нужны реформы. И никто, я уже говорил, скажите, какие реформы нужны. Я же понимаю, на что они намекают. Они намекают на то, чтобы мы порезали предприятие, раздали, неэффективно закрыли. Закрыть ума много не надо. Но надо думать о последствиях всегда. Поэтому я еще раз подчеркиваю. Моделей немного. Мы взяли, как вы сказали, линжетки из того, что имели только дурак, перечеркнуть то, что есть лучшее, созданное веками до нас. Поэтому мы не отбросили это. Первый президентский выбор сказал, мы оставим только лучшее. Мы оставим. Мы запустили предприятия, они работали или плохо работали. И будут работать. Я вам гарантирую. Будут работать. Мы вырвемся из этого тяжелого положения, сложного, не тяжелого, сложного положения, в которое попала наша экономика. Также во время открытого диалога поднимался вопрос и развития частного бизнеса и либерального отношения властей к нему. Приватизация, либерализация. Когда мне об этом говорят, я думаю, господи, что бы еще либерального не сделали в нашей стране, чтобы работали предприятия. Вот скажите, мы не помогаем какому-то предприятию, в том числе частному. Я уже не говорю о том, что свобода, уже народ заплатил. И только продать свою продукцию. Будем помогать и частникам и так далее, и тому подобное, чтобы только продать продукцию. Продав продукцию, предприятие будет готово заплатить налоги. Прежде всего, и в том числе и частные, и государственные, для меня разницы нет. Уже куда больше либерализации. Куда больше поддержки. Если я, допустим, с визитом куда-то вылетаю, у меня летит, следовательно, перейти самолет во главе Севара, над этой полностью руководителями государства и частных предприятий. И я их за руки свожу там с министрами, еще с кем-то, лобирую их по-настоящему, чтобы было нормально. Какой же больше либерализации надо? Что касается обсуждаемой на сегодня темы тунеядства, Александр Лукашенко отметил, что окончательный вариант документа по этому законопроекту еще не было. Он находится в стадии разработки. Но президент настаивает на том, чтобы все было точно просчитано и социально защищенная категория граждан осталась под защитой государства и продолжила получать поддержку. Но тот, кто должен работать, тот будет работать, подчеркнул президент. Это надо понимать, что за все то, что не доработает кто-то, платить будем мы, тот, кто работает. И если вас это устраивает, да Господь с вами. Мы сделаем так, как вас это устраивает. Но я умею, что если народу разъяснить, вот это все скрупулезно, а однозначный будет ответ. Все должны трудиться на благо государства. И мы постараемся вот здесь пройти очень тонкую эту грань, очень аккуратно пройти, посередине, поддержав таким образом тех, кого надо поддержать и заставив работать тех, кто должен работать. Также Александр Лукашенко обратил внимание, что вопрос повышения пенсионного возраста снят с повестки дня. В Беларуси на одного пенсионера приходится полтора работающих, а должно быть минимум два-три. Увеличивать надо, а люди не хотят. Чего же идти против? Это важный вопрос, и он снят с повестки дня, сказал глава государства. На вопрос журналистов о строительстве жилья в Беларуси, в том числе и для многодетных семей, Александр Лукашенко дал подробное разъяснение. Разъяснил президент и вопрос строительства арендного жилья. Что касается арендного жилья, похоже, это будет нашим приоритетом. Нормально прожилось это жилье. У нас порядка 30,5 тысяч уже квартир арендных. Их было немного, потом служебные мы перевели, новое построили. Мы будем продолжать это строительство. Ну и незащищенных многодетных будем поддерживать, выдавая год перед единой, как и прежде. Поэтому приоритет будет за строительство жилья. Также в ходе открытого диалога с журналистами Александр Лукашенко затронул тему развития региона в Беларуси. Я очень горжусь тем, что мы сделали многое, чтобы поднять с колен районные центры. У нас уже сегодня нет районных центров, где бы мы, ну хотя бы в центре, ближе к центру, не привели их в порядок. Едешь иногда по районному центру и полетаешь на длинную по дорогам, смотри, они преобразились. Мы сделали главное. Сейчас они должны сами, горожане, заниматься этим вопросом и приводить их в порядок. Начинают подъездом, улиц, клумбы там, деревни и так далее. Это деньги не надо тратить. Как в советское время инициативным образом это делают. У нас прекрасная, удобная, красивая страна. С определенными недостатками. Так будет всегда. Но мы будем работать над этими недостатками, начиная от клумбей и заканчивая вот этой коррупцией, о которой мы говорили. Мы все равно пробьемся, мы все равно сделаем еще краше в нашей стороне. Спасибо. 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 Спасибо.